МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ямале началась подготовка к единому дню голосования, который пройдет 13 сентября. В округе предстоит выбор депутатов законодательного собрания, а муравленковцы еще будут голосовать за кандидатов депутата городской думы. В региональном избиркоме накануне презентовали единый информационный стиль предстоящей кампании. Два новых логотипа будут использовать для агитации населения. Ожидается, что 13 сентября на Ямале откроют 21 цифровой участок, также ямальцы смогут воспользоваться программой «Мобильный избиратель». Кроме того, для удобства окружной избирком запустил сразу несколько новых цифровых сервисов. Новые цифровые сервисы позволят избирателям с помощью портала государственных услуг, сайтов избирательных комиссий, найти себя в списках избирателей, есть ли о них данные. Второе. Они позволят ознакомиться с кандидатами из партий, избирательными компаниями, которые проходят по всей территории Российской Федерации. Ну и, естественно, можно проверить прохождение подачи заявления по месту нахождения. С 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с порталах госуслуг, а также сайтов федеральных и региональных органов власти. В белый список сайтов, на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, правительства, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным. Принятое решение – первый шаг в реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан. Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития. В прошлом году семь детских школ искусств Ямала получили новые музыкальные инструменты, в том числе и муравленко. А в 2020-м в городе появится и виртуальный концертный зал. Все это стало возможным благодаря успешной реализации национального проекта «Культура». Тему продолжит Татьяна Бойко. За новым роялем Иван Рябошапко и Валерия Гусаренко – воспитанники детской школы искусств. До этого мысольно ребята не раз становились лауреатами зональных, городских и международных конкурсов. Не раз выступали и на сцене детской школы искусств. Поэтому хорошо помнят, каково было играть на старом инструменте. Очень яркий звук не позволял музыкантам разнообразить динамику произведений. Порой даже маститые пианисты отказывались играть на старом рояле. Сейчас совсем другое дело. Новый рояль намного лучше тем, что на нем можно сыграть и форта, и пиана. А на старом рояле там очень сложно было сыграть форта. Новый рояль, он более культурный звучит, чем на старой. Мария Пискарева – выпускница Санкт-Петербургского института культуры. Молодой специалист легко поменяла жизнь в мегаполисе на более размеренную в небольшом городе. Муравленко ей понравился сразу. Хорошие люди, комфортные условия для работы. В ДШИ есть все для того, чтобы вести преподавательскую деятельность и растить талантливых детей. И не последнюю роль в этом играют хорошие музыкальные инструменты. Если сравнивать с теми инструментами, на которых я занималась раньше, конечно, были разные инструменты, и плохие, и хорошие. Но нужно сказать, что вообще в этой школе искусств очень высокое качество всех инструментов. И в классах дети тоже занимаются на хороших инструментах. Качество инструмента очень важно. Это развивает его музыкальный вкус. Юные баянисты с прошлого года тоже играют на новеньких современных инструментах. На отделении их закупили четыре. Обычному обывателю сложно заметить разницу в звучании, а она кроется в мелочах, говорит преподаватель Роман Козлов. Новые инструменты обеспечивают комфортную игру и полностью соответствуют современным требованиям. К примеру, появился дополнительный четвертый ряд клавиатуры и другие устройства. Видите, вот этот переключатель. Что это дает? Это дает нам выборную клавиатуру. Опять же, для обывателя это, наверное, мало о чем скажет. Но я могу сказать то, что, опять же, большинство современных композиторов пишут произведения уже из расчета, что у исполнителя будет такой инструмент. Вот именно с такой клавиатурой, которая позволяет переключать в разные режимы. В рамках национального проекта «Культура» в детской школе искусств «Муравленко» парк музыкальных инструментов пополнился на 14 единиц. В распоряжении педагогов и учеников новые современные струнные народные инструменты, баяны, электрогитары, цифровое фортепиано и концертный рояль. На приобретение музыкальных инструментов в детской школе искусств выделены более трех миллионов рублей. У национального проекта «Культура», который активно реализуется по всей стране, две главные цели – раскрыть творческий потенциал людей и сделать богатую культуру нашей страны доступной для всех. Нацпроект включает в себя три основных направления – культурная среда, творческие люди и цифровая культура. Ямал – один из первых субъектов страны, воплотил в жизнь многие из этих направлений. В частности, в «Муравленко» в прошлом году создана библиотека нового поколения, первая в округе. Закуплены оборудование и учебные материалы для ДШИ. В 2020 году в детской школе искусств появится еще и виртуальный концертный зал. Виртуальный концертный зал, в частности, в нашей школе, для обучающихся нашей школы, даст возможность услышать и увидеть лучшие музыкальные концертные программы с участием российских и зарубежных исполнителей. Это возможность прикоснуться к тому великому искусству, которым вообще наполнено наше окружение. Наш город всегда славился талантливыми музыкантами, художниками, библиотекарями. С реализацией национального проекта «Культура» у муравленковцев появится еще больше возможностей творчески расти и развиваться. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко. 32 новых учителя приедут на Ямал и в Муравленко, в том числе, в ближайшие три года. В округе стартовала федеральная программа «Земский учитель». Больше всего ждут преподаватели математики, физики, информатики, технологии, а также начальных классов. Уже подано 78 заявлений. Заявки региональный институт развития образования продолжит принимать до 15 апреля. Затем пройдет региональный отбор-конкурс. Северные надбавки учителя будут получать с первого дня работы. И это еще не все преимущества. «Земские учителя, приехав на работу в округ, могут получить грант в размере 1 миллиона рублей. Хочу сразу обратить, что не все территории, а только 10 муниципальных образований автономного округа участвуют в этом конкурсе, поскольку только в 10 населения менее 50 тысяч не попали в программу «Салихард» в ноябрьской новой Уренгое». Каждый рожденный на Ямале ребенок обеспечен материнским капиталом. С этого года в округе выдают сертификат на 500 тысяч рублей не только на третьего, но и на последующих детей. Таким образом, если в семье есть двое детей, на которых родители уже получили средства из федерального бюджета и рождается еще двойня, то капитал получит каждый из них. Все меры, направленные на демографическую политику в регионе, приняты с нового года, и они легли в контекст решений, последовавших за посланием президента. Единственный вопрос пока остается открытым – это новая выплата родителям до достижения детьми 7 лет. «На сегодняшний момент у нас есть выплаты малоимущим семьям на детей до 16 лет. Но вот президент сказал определенный размер. У нас, конечно, размер он ниже. На сегодняшний момент мы на каждого ребенка платим чуть больше тысячи рублей. Президент говорит о половине прожиточного минимума. Мы сейчас ждем, как это будет реализовано на федерации. Естественно, мы будем потом реализовывать и на территории автономного округа». Добавлю, что депутаты Государственной Думы накануне приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий, что средства федерального материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке. Эти поправки необходимы, поскольку с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий строить жилой дом не только на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, но и на садовом участке. Преступность снижается, раскрываемость увеличивается. Итоги работы за прошлый год сегодня подвели в региональном управлении МВД. По некоторым направлениям полицейские добились хороших показателей. Например, значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Это убийства, грабежи, поджоги. В то же время правоохранители стали чаще раскрывать уголовные дела, в том числе прошлых лет. Особое внимание ведомство уделяет борьбе с наркоторговлей. В 2019 году ликвидировано 23 преступных группы. Из незаконного оборота изъято 13 килограммов наркотиков. Между тем, в минувшем году ямальские правоохранители получили первый опыт по раскрытию преступлений террористической направленности. Сотрудниками органов внутренних дел с начала года выявлено 10 преступлений, связанных с незаконной вербовкой и участием жителей Ямала в террористической деятельности. А также 37 административных правонарушений, связанных с распространением экстремистских материалов. В целом, по словам руководства ОМВД, ведомство справилось с поставленными задачами. Это отметил и губернатор. Дмитрий Артюхов сообщил, в ближайшее время между правительством и управлением будет подписано очередное соглашение о взаимодействии, в рамках которого силовикам выделят порядка 170 миллионов рублей. Это на 60 миллионов больше, чем в 2019 году. Деньги направят в том числе на строительство участковых пунктов полиции. Важнейший вопрос, безусловно, это жилищные условия. И здесь с ОМВД строится целый капитальный дом, большой для сотрудников. Надеюсь, что он позволит в этом, в этом будет введен, позволит решить целый ряд таких ключевых вопросов. Эту практику в создании необходимых жилищных возможностей будем продолжать во всех наших муниципальных образований. Активные муравренковцы вновь готовы воплощать свои самые смелые идеи в конкурсе «Бюджетная инициатива граждан». Для того, чтобы претендовать на финансовую поддержку, проект должна поддержать общественность. Какие идеи есть у жителей города, расскажет Татьяна Козырь. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Риза Алерт» участвуют в городском конкурсе уже не первый раз. Каждая из инициатив направлена на усовершенствование процесса оказания помощи людям, попавшим в беду. Жители города всегда поддерживают проекты активистов. На этот раз в планах у добровольцев приобрести оборудование, которое позволит отряду разворачивать мобильный штаб во время поисков. Мы заявляемся с проектом о необходимости нам дорогостоящего оборудования, которое добровольцы на собственные средства, к сожалению, не могут получить. Но при этом это оборудование крайне важно для нас, крайне важно для непосредственно поисков, а также для развития добровольчества в городе и в общем-то в регионе в общем. Общественная организация родителей детей с особенностями развития «Счастливые дети» вышла с инициативой приобретения интерактивного метронома. Сегодня в организации 18 семей и практически каждому ребёнку необходима реабилитация с помощью этого программно-аппаратного комплекса. Это программа, которая стабилизирует полушарие мозга, которая улучшает память, координацию движения. Поэтому в этом нуждаются очень наши дети, поэтому мы выходим с такой инициативой. Президент Владимир Путин объявил 2020 годом памяти и славы в центре событий 75-летия Великой Победы. Муравленковцы предлагают реализовать много интересных мероприятий, но для этого одним необходимо современное дорогостоящее оборудование, другим узнаваемые детали. Приобретение формы «Волонтёра Победы» с логотипом Муравленко необходимо для того, чтобы мы могли принять участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Интернет-ресурсы можно сделать для пользователей более эффективными. Аккумулировать все интересные идеи и предложения муравленковцев на одной платформе предлагает Александр Карабен. Автор проекта уверен, единая городская афиша принесёт пользу всем жителям города. Это будет ресурс в интернете, то есть автоматизированная система в интернете, которая позволяет жителю города зарегистрироваться и даже без регистрации посмотреть, какие события и мероприятия будут проходить. Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно откладывать себе события, которые хочется посетить, также онлайн оплатить эти мероприятия. Плюс для организаторов этих мероприятий польза в том, что будет происходить аналитика и можно будет посмотреть, какие мероприятия наиболее большим спросом пользуются, чтобы их улучшать и такие же мероприятия продвигать в дальнейшем. Приобретение платформы виртуальной реальности, создание интерактивного выставочного пространства. В этот раз авторы идей выступают за внедрение в жизнь нашего города высоких технологий. Проекты дорогостоящие и каждый заслуживает внимания. По мнению разработчиков, среди жителей города эти идеи будут популярны и полезны. Мнение поддерживают и руководители органов местного самоуправления. Я голосовала за все семь идей. Другой вопрос, что там можно еще подкорректировать бюджет и можно еще дать рекомендации нашим разработчикам, ну для того, чтобы дошлифовать. Но в целом они объективны, они действительно ориентированы на решение конкретных проблем. Они актуальны все, безусловно. То есть и они действительно несут какую-то новую идею и они ориентированы на то, чтобы принести пользу жителям нашего города. Теперь проекты рассмотрит конкурсная комиссия. Финансовую поддержку получат инициативы с самыми вескими аргументами в пользу эффективности для жителей города. Татьяна Козырь, Петр Хаджаев, Новости Муравленко. В полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» прошли 32 ямальца. Речь идет о региональном этапе для участников, представляющих Уральский федеральный округ. 24 января полуфиналисты должны будут пройти повторное компьютерное тестирование, на котором нужно подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать ретест, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям. В течение двух дней конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от УРФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал. В компании «Сибур» подвели итоги пятого конкурса социально значимых проектов. Он реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». На Ямале победу в конкурсе одержали 18 проектов. Шесть из них представили муравленковцы. Подробности у Анастасии Поповой. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 13 городов России. Муравленковцы ежегодно принимают самое активное участие в грантовом конкурсе в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». И показывают достойные результаты. Этот год исключением не стал. Из 18 ямальских проектов компания «Сибур» поддержала шесть из муравленка. Воспитатель Центра социального обслуживания Екатерина Белозерова уже знает, где и как расположится исследовательская лаборатория за гранью. Пока проект существует только в электронном варианте. Однако в планах уже в феврале закупить все необходимое оборудование. Шары для опытов по механике, наборы юных химиков и физиков, а также рабочие столы. В июле проект для детей особой заботы от 7 до 12 начнет работать в полную силу. Во время реализации проекта с детками будет проходить познавательные занятия, где они будут изучать все природные процессы, все явления по разным направлениям. Физические явления, химические, биологические. Это очень важно, очень актуально, потому что именно детки с особенным развитием, они познают все окружающее через контакт. Их надо завлечь, их надо заинтересовать, чтобы это было интересно, именно само изучение. В компании «Сибур» также поддержали идею Федора Короткова, который предлагает организовать в городе футбольный марафон для дошкольников. Специально для ребят будут организованы показательные выступления спортсменов и мастер-классы по футболу. На реализацию проекта было выделено почти 700 тысяч рублей. Завершением кульминации всего мероприятия составлены будут сборные команды детских садов, которые примут участие в итоговом массовом празднике, футбольный марафон, который называется. Это будут различные эстафеты с элементами футбола. То есть, в принципе, все то, что мы в течение трех месяцев будем проходить в детских садах. А любители театра смогут увидеть постановку «Адам и Евы 2.0». Это рестарт проекта 2017 года, спектакля, основанного на реальных событиях. Предыдущий проект – это были взятые из интернета, так сказать, взятые откуда-то истории, взятые истории наших писателей, авторов и так далее. То есть, это художественные были произведения, которые были переложены в плоскость спектакля. А сейчас, поскольку после спектакля «Пробуждение» был такой очень хороший опыт документального театра, я решил попробовать что-то сделать на взрослую тему, на тему отношений мужчин и женщин, вечная история любви, семьи, дружбы и так далее. То есть, этот опыт показать со сцены. За годы участия в грантовом конкурсе компании «Сибур» муравленковцы представили более 60 проектов. 24 из них получили поддержку. В этом году горожане смогут увидеть и принять участие еще в шести. Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости Муравленко. В окружном управлении Роспотребнадзора заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции, а также срокам ее хранения. До 4 февраля жители Ямала могут получить консультацию по вопросам нормативных требований, и рекомендации к выбору молочной продукции, а также узнать, куда обращаться в случае обнаружения просроченного или фальсифицированного продукта в магазинах или на предприятиях общественного питания. Для этого необходимо обратиться по телефону 8 800 100 03 12 или 8 800 555 49 43. На Ямале на сегодняшний день зарегистрировано 30 случаев гриппа в шести муниципалитетах. Из них два факта в Муравленко. По данным Окружного Роспотребнадзора, регион стоит на пороге роста заболеваемости. Но эпид-порог пока не превышен. Подробности у Нины Гультяевой. 262 муравленковцы на минувшей неделе заболели простудой. Большинство из них – дети. У одного ребенка и взрослого лабораторно подтвержден вирус гриппа группы В. Всего в округе 30 человек болеют гриппом. 29 из них не были вакцинированы. Медики напоминают, что грипп опасен своими осложнениями, а при запущенных случаях может грозить летальным исходом. Потому при первых признаках болезни, а это высокая температура, озноб, боль в горле, заложенность носа, рекомендуют обращаться к врачу. Грипп может дать осложнение на любую систему, на любой орган в организме человека. Как отличить грипп и когда бежать к врачу? Конечно, при температуре 37,5 можно дома полежать. Но если вы видите, что ваше лечение не помогает, и температура растет, и температура держится более 2-3 суток, естественно, нужно обращаться к медицинскому персоналу, чтобы оказали помощь квалифицированную и назначили то лечение, которое действительно вам поможет. Карантина в образовательных учреждениях нет, и ПИД-порог не превышен. Но несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью опасений не вызывает, медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами профилактики. Методы профилактики должны быть, особенно в подъем заболеваемости. Это прежде всего, конечно, соблюдать здоровый образ жизни, проветривание помещений, влажная уборка, прием витаминов. Можно тех витаминов, которые более большое количество содержат именно витамины группы С. И соблюдать личную гигиену, часто мытье рук, проветривание. Если посещаете массовые мероприятия, то в подъем заболеваемости лучше использовать маску. Маски мы носим не более двух часов. Вирус гриппа опасен для каждого. Но особенно беречь свое здоровье в период подъема заболеваемости необходимо беременным, маленьким детям, пожилым и непривитым от вируса. Нина Гультяева, Петр Хаджаев, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше информации на нашем сайте. Муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова